Всем привет! Вы на канале Компьютерная Технология. Сегодня у меня в обзоре будет интересный обзор системного блока интересного формата, нестандартного формата. Это у нас системный блок от фирмы Dell. Необычный системный блок, а именно Optiflex моделька 780. Построен данный компьютер на платформе Intel, чипсете Q45. Чипсет Q45 интересный, можно в интернете поискать под названием Q45. Это у нас может попасться как автомобиль Infiniti Q45, либо еще ноутбук есть в фирме Samsung. Моделька Q45 12-дюймовая, построена тоже на платформе Intel. Такая особенность с этим названием. Все компактно собрано в среднем корпусе. Было с этой серией Optiflex 780 несколько моделей корпуса. Это четыре модели корпуса. В данном случае это, можно сказать, средний размер. То есть у нас был формат, назывался он Mini Tower. Это типа большая такая башня. То есть обычный такой средний компьютер размера, системный блок. Затем шел Desktop. Чуть-чуть больше за этот системный блок по размерам. Там уже использовался уже полноценный привод, не такой как ноутбочный в данном случае. Также то и Mini Tower тоже такой полноценный привод DVD-шний. Там устанавливался либо там, смотря для каких нужд нужно было. Затем шел еще Ultra Small Form Factor. То есть еще меньший формат. За этот он устанавливался уже одна. Сзади на мониторе специализированы. Скорее всего тоже от фирмы Dell. Специальным креплением. Ну в данном случае у нас такая средняя моделька. Спереди мы что можем видеть? У нас есть привод вертикально установленный. Затем у нас идет отверстие вот какой-то картридер можно установить. Либо в floppy диск, если нужен вообще он уже на данный момент или на то время еще нужен был. Ну либо какие-то там функциональную панельку. Затем внизу у нас два USB с плюсиком, который заражается скорее всего в выключенном состоянии компьютер. Затем идет у нас разъемы такого металлического качественного корпуса, сделанный под микрофон из наушники. Затем ниже идет клавиша отключения самого системного. Затем еще ниже у нас идет эмблема Dell. Также это все дело вентилируется вентиляционной решеткой. За ней установлен вентилятор специально внизу. Клеились наклейки, которые в принципе соответствуют начинке данного компьютера в ранних сериях Optiplex 780 и шли с Windows Vista. Про саму эмблему Dell. Смотря в каком вы, как вы будете устанавливать системный блок, либо вертикальный, либо горизонтальный. В эту Dell можно, внизу есть специальный пазик, в котором можно крутить эту эмблему Dell. Такая фишка есть системный блок у Alenware. Там также такой же принцип предусмотрен. Там более все такое сделано красивее. Клеилась наклейка, смотря какой установлен процессор. Либо это был Celeron. Построено это все дело на Q45, я говорил, и устанавливалось. Да, процессоры, начиная от Celeron, Pentium, Intel Core 2 Duo и Intel Quad. Ну, Quad'ы сошли в больших корпусах, то есть не в самых больших, а такие, если иметь. Mini Tower. Уже устанавливались четырехъядерные полноценные процессоры. В таком плане устанавливались всего лишь двухъядерные. Хотя есть сайт в интернете, вы можете поискать. Ну, я, по крайней мере, сделаю ссылочку в описании на то, что, возможно, в этот сетевый блок можно установить процессор 771-го сокета, то есть на Intel Xeon. Вот такой. Процессор, который даст ему еще больше пророст, чем он сейчас. В данном случае у нас E7400, король 2D уже пробрейдена. Реперативной памяти увеличили еще на 2 ГБ. Ну, уже 4 ГБ. Скорее всего, это все дело было также изначально 4 ГБ. Ну, все может быть. Точно я не знаю, пришел он мне на диагностику, это системный блок. За все время, может, это второй раз только такого плана попадается у меня в системные блоки. Еще такой нюанс, что Q45 чипсет, он поддерживает два стандарта памяти. Типа, когда там есть такая тоже поддержка, типа там, процессор имеет свой контроллер памяти. Типа, фенометр он имеет контроллер памяти DDR2 и DDR3. В данном случае у нас та же похожая ситуация. Единственное, что Q45 на, если установлена материнка у нас с памятью оперативную DDR3, мы в максимум можете установить 8 ГБ DDR3 и работать она будет на максимально 1066 частоте. То есть это все ограничивается вот таким простеньким чипсетом Q45. Если у вас материнка установлена DDR2 память, вы можете, в принципе, там установить до 16 ГБ. В данном случае в материнке, в данном компьютере есть 4 слота. Установлено две планки по 2 ГБ. Вы можете, в принципе, еще добавить еще по 2 ГБ, будет по 8 ГБ. Типа, такой мелкий оборот, можно сказать. Еще такое есть, интересная такая фишка. Не знаю, чего у всех производителей, но вот давай я заметил даже в ноутбуках, в доме обзоре. Здесь есть специальный сервис. По этому сервису и по этому коду вы можете в интернете найти все необходимые драйвера, документацию и все тому подобное. С тем клеится наклеечка верхом, в данном случае у нас Windows Vista Basic. То есть такой дешевый вариантик был. Ну, скорее всего, дешевый из-за того, что здесь у нас устанавливается Intel Celeron. Вот такого плана. Снизу у нас тоже есть такие резиновые ножки. Боковые крышечки у нас все идет в металле. Это у нас металл. Под ними идет пластик, скорее всего, для крепления на сам корпус. Затем внизу у нас здесь все подробно описывается. Еще подробнее все сертификаты и тому подобные серийные номера. Производство Польши. Короче, такие вещи в Польше делали. Я заметил, что именно Dell, который идет к нам с Европы, в основном в Польше сделано. Интересно, скорее всего, был завод. Дешевый раб в силу, можно сказать, и так делали. Так, в задней части у нас еще тут такой есть нюансик. Вот вверху есть ключ специальный, который, если сюда прикрепить замочек, вот этот замочек противогона, который идет вместе с ноутбуков, обычно устанавливается. Здесь такая же вот тема. Вы сюда можно это дело установить и при этом не сможете открыть крышку самого корпуса. Ну, кроме этого, не можете вытащить сам системный блок. Данный системный n-block разрабатывалось для корпораций, где много там офиса и много там машин стоит, много людей работает. Вот такого плана. То есть нужна компактность и производительность. Вот такие решения делал Dell. Ну, это не только Dell делает, есть HP, есть Lenovo, которые такие же темы делал и делает, скорее всего. В данном случае у нас это 2010-2012 год, что-то типа такого плана. 12-й скорее вот. Так, и это вся схема. Интересно, это коза-росточка. Есть такая штука, вы двигаете сюда и открывается у вас боковая крышечка. Это я вам дальше потом покажу. Покажу, что у нас сзади данного системного блока. Нравится такая штука. Заметил, что в таких вот корпоративных сегменте, такими ОМ-версии системных блоков, устанавливаются блоки питания, которые можно проверять еще не включенном состоянии самого компьютера. Есть специальная кнопочка. Единственное, что нужно нам просто подключить вилку сюда на блок питания. Нажимаем на эту кнопочку, загорается зеленый диодик, означает, что у нас блок питания рабочий. Это намного упрощает работу, когда у вас, например, этот компьютер вышел из устроя и что-то никак не грузится, не включается. То есть, вы в первую очередь можете протестировать со мной блок питания. Если это все запускается, значит дело не в блоке питания. Возможно с материнкой, возможно с чем-то другом. Еще есть такой нюанс, что конечно в Galaxy разработали свои материнские платы под данный системный блок. И они имеют интересный формат, нестандартный формат. Например, у меня было в обзоре Optiplex 7010. Там стандартная микроектрикс на плата, хотя своими особенностями специальное подключение фишек для того, чтобы полноценно наградилось. Некоторые умельцы уже нашли способ как этого обойти, там замкнуть какие-то контакты. Есть, конечно, под описанием видео в комментариях люди писали. То есть, есть такие темы, если попадается у вас такая плата и при включении у вас жмите F1, вы знаете, что возможно есть решение. Нужно поискать просто в интернете, какие контакты закоротить, либо что-то такое похожее сделать. Сзади данного корпуса отошло немного темы, но вообще рассказываю про саму суть этих системных блоков. То, что здесь не стандартный формат платы, и вы эту плату, если что-то с ней случится, вам нужно искать точно такую же плату. Потому что другую плату вы сюда не установите. Возможно, как-то вы умудритесь на благорую это все дело сделать, но я вот не знаю. Возможно, что не будет так работать, как нужно. Можно попробовать подогнать, но я думаю, что некоторые умельцы могут и в принципе это тоже сделать. Ну, суть не в том, сейчас у нас данный стильный блок. Сзади, что мы имеем, два выхода, упрощенно модель, так как у меня Optiplex M7010 материнской платы, то есть у нас идет два входа на микрофон, вход на динамик и также этот вход на микрофон, он идет спаренный, то есть можно принимать, типа записывать с устройства звука. Не просто вывода, а вход. Затем под низом еще такой нюанс. В данном системном блоке устроен уже динамик, который в принципе может звучать без колонок. То есть есть такая пищалка минимальная, которая возможно что-то там послушать, там не в шумном помещении, при такой средней громкости. Не знаю, что это будет нормально слышать, еще нормально даже не проверял его. Затем у нас внизу идет 4 USB, 2.0 с плюсиками, под ним еще 2 USB, то есть в сумме у нас 6 USB, плюс 2 спереди, выходит 8. Затем у нас Ethernet, скорее всего геобидный, затем идут у нас VGA-выход, Comport, LPM, eSATA и как бы не уже давно DisplayPort на 775 сокете, это как бы можно сказать плюс данному компьютеру. Еще если нету DVI, то устанавливается в упрощенных моделях, устанавливается плата расширения DVI. То есть это просто плата, которая вставляется в PCI-Express и переводит просто встроенные видеокарты. В данной системе встроена Intel GMO 4500, для 45 стандартной видеокарты цифровой, типа выход видео. Вот такого плана. В более крутых комплектациях данный системный плод устанавливались видеокарты типа 3450, Radeon 3470, или NVIDIA GeForce 9300GE и NVIDIA NVC 420, по такому плану. Вот у нас в данном случае попрощенный вариант, что такое рабочая и офисная машинка. Все в принципе сзади я рассказал, сейчас я пробую ближе это все вам показать, не буду я полностью разбирать, я просто вам открою крышку и посмотрите как оно все выглядит еще ближе и попробую включить на системный блок, как он лазит по самым внутрянке через программную часть еды. Посмотреть как вообще это, что представляет из системы. По весу он немного такой тяжеловатый, где-то я думаю, что он где-то килограмм на 8 где-то ложит, скорее всего. Ну то есть металл чувствуется, все собрано качественно, классно и процессе, если что-то нам нужно заменить, там есть специальные защёлочки, которые в принципе очень хорошо с ними работать в процессе ремонта. Итак, вблизи это у нас такой вот системный блок, вот у нас дал, немного зачуханный такой уже, но дал жизнь. Вот здесь у нас наклейка Windows, а затем у нас ServiceTech для того, чтобы найти то, что я говорил, затем у нас спереди это все в таком красивом состоянии, то есть как бы неплохая такая вот штука. По сравнению с моим маленьким вот системным блоком в Виглене, но немного больше, то есть часть дело, которая, то есть самый минимальный small farm factor, ультра-смол, он идет приблизительно такой же как той Виглен, даже мне кажется еще меньше. Воздух, скорее всего, что вдувается сюда, спереди и продувает сюда, и как раз дует сюда нам на винчестер, который захватывает воздух горячий, по чипсету вдувает, то есть по самой графической видеокарте, где карта графическая у нас, вот здесь находится за процессором, тем самым южный мост, и это, в принципе, поток воздуха дует на это все делает, продувает. Затем поток воздуха подхапывает вентилятор под винчестер и еще охладает винчестер, то есть как бы перегрев данного системного блока изначально не грозит. Затем потом это все дело поднимается вверх, так если, например, лучше использовать данный системник в вертикальном состоянии, так как воздух поднимается, как мы знаем, даже с батареи обыкновенный, горячий воздух поднимается вверх, холодный пускается вниз, а типа идет такой кривой оборот. И при этом, да, горячий воздух поднимается вверх, вентилятор ловит этот горячий воздух, дует, понятно, на компоненты блока питания и выводит снаружи решетку. Это как бы стандартный процесс в обычных системных блоках вертикальных башенного типа. Так, в принципе, вверху у нас привод ноутбучного типа, специальным переходником таким, что только подходит под данный привод, то есть надо поискать. Затем у нас 4 слота под оперативной памяти, через одну устанавливаем, чтобы добиться в канальный режим. Дальше у нас есть SATA подключение, затем у нас еще какие-то интересные подключения у нас такой шлейфовый, интересное такое решение. В принципе, спикер есть и плата такого как бы прямоугольного формата, если в обычных компьютерах она стоит в таком вертикальном состоянии, здесь она в горизонтальном, и она идет такой удлиненной. То есть в микро ТХ на плату, возможно, нам все на нее удастся поставить. Еще такой нюанс, что боковая решетка вот эта, она уже предназначена под определенную материнскую плату. Если вы захотите что-то примудрить, сделать, прикрутить в данном корпусе, то вам придется эту всю решетку заднюю часть вырезать. Вот я в принципе в одном системном блоке такое дело делал, у меня в обзоре есть на М2 плюс компьютер, где вырезали это все дело, чтобы установить мини-ТХ плат. Так, ну, что дальше посмотрим. Так, это все дело закрепим. Как оно там было? Ну да, здесь оно все так круто сделано. Все тако на защелочках. Ну да, скорее всего, можно вытаскать. Ну да, чтобы очистить это все дело, я думаю, что обычный человек, в принципе, может где-то сделать. Иногда бывает заклинивать. То есть такой формат блока. Еще мне вот интересно, какая он, в принципе, длина у нас, вот смотрим, у нас 160, где-то 160, грубо говоря, это этой части, если же посчитать это полностью, то это будет целых где-то 22, 22 сантиметра длина высота. В нижней части у нас идет 4, в верхней части 10. Ну, короче, такой нестандартный блок, примудрить какой-то другой корпус, вот и мне как раз нужно для одного системного блока. Данный их же блок будет немного великоватый. Не знаю, чем он мне подойдет. Тем более, это своя специфическая разводка, то есть там не такой стандартный разъем, я думаю, как в обычных компьютерах. Ну, в принципе, питание на процессах 4-х пинового вижу. Затем питание платы. Питание платы тут немного такой короткий очень провод, и там идет, скорее всего, еще меньше питания. Не вижу, это все защелочки. Где-то даже очень так все компактненько сделано, то есть, возможно, данный блок можно переделать под стандартные платы. Я думаю, система тут нужно, надо только поковыряться с этим вольтажом, поискать эти все приколы. То есть вольтажи эти плюс 5, там, минус 3 и тому подобного. Но это все, в принципе, нужно играться, если кому-то будет интересно заниматься. Но, скорее всего, еще лучше просто купить данный системный блок и пользоваться на свое здоровье. Сделать сюда себе еще такую видеокарточку интересную. Цены на данный системный блок колебаются где-то от 50 долларов до 150 долларов, в зависимости от комплектации. Понятно, что самая большая комплектация будет где-то в районе 150 долларов стоить. Возможно, какие-то люди еще пробредили данный системный блок и продают на барахолках. Ну, в принципе, как бы есть альтернатива замены системного блока обычного формата. Тем более, вот эти все здоровые корпуса, у них со временем, скорее всего, шоу идут, потому что они занимают место, гудят, греются и тому подобного плана. То есть, если, чтобы они не гудели, не грелись, нам очень нужны дорогие комплектующие, дорогие вентиляторы, дорогие охлаждения, покупатели, это все дело, блоки питания, это все дело очень здорово. Размер системного блока где-то у нас 34, ширина, высота у нас где-то 32 и толщина у нас 9,5 до 10 метров. В принципе, будет ссылочка в описании на ссылку в интернете, официальный сайт под видео. Дальше что? Сейчас я попробую это все дело подключить. Здесь, в принципе, уже установлена система, как бы мне так принесли. Уже на Vista, понятно, семерочка кто-то уже поставил. Это все дело установил и 160-ка Winchester, скорее всего, что он возможно был и с этим компьютером. Ну, скорее всего, нужно смотреть по дате. Дата, дата, 160-ка, 11 иглот, возможно, и с этим стильным блоком. Потому что размер такой интересный, 160 гиабайт. Как бы на сегодняшний день это уже маловато и не актуально. Насчет, понятно, USB 3.0, SATA 3 и PCI-Express 3.0 тут никакого не может быть. Если вы хотите что-то типа такого плана, то вам придется либо установить плату с PCI-Express на этот быстрый разъем, либо использовать эти все устаревшие разъемы и работать на немного ниже скорости. Где-то примерно два раза в сравнении с новыми аналогами. Ну, в принципе, по тому, что у меня есть в обзоре Dell XPS 1330 и там я установил SSD SATA 3. Но, в принципе, на своей SATA 2 вполне быстро очень летает. И, в принципе, я довольный. Так что никаких проблем. Можете установить замесь винчестера SSD, либо попробовать замесь привода что-то примудрить и винчестера ставить. Ну, тем более, там есть еще один свободный слот SATA. Насчет питания. Насчет питания тут все скудно. Возможно, просто вы сюда можете еще одну фишку впаять. Типа такого плана. Есть у них разборные, SATA-шные. Вот такого плана. Вот. Я делал подругой системный блок свой. Сюда просто это все дело разбирается, склеится, склеится, провязается. И можете использовать дополнительный SAT. В любом там, типа, проходничку. ИТЕ-молексу найти. Все. Сейчас я попробую снять вам что внутри системный блок и программная часть. И увидим дальше. Так, по BIOS приближаемся. У нас тут, в принципе, BIOS как бы... Сейчас я попробую. Да, что мышка не хочет работать. Ну, вот, типа такого плана. Вот. Идет у нас E8400. PSB4133. Работает память на 1066. То есть, все теги в BIOS версии. То есть, обновления. В принципе, такой же BIOS ЯК и в Optiplex 7010, который я делал обзор. Вот здесь можно всякие тут настроечки интересные найти. То есть, загрузки. SATA. Режимы выбора. Включение. Монитора. Включение. Монитора. Драйвера. Включение на там... То есть, не драйвера. Какие нужно вам SATA, какие не нужно вам SATA. То есть, если такого плана. Разные. Таким, у нас включение всяких сетевых, USB. Параллельных портов. Вот. Серийный. Семьный порт. Передние панели. Звуки. Все такое. Здесь, в принципе, можно включить. Видеокарта. Использовать либо внутреннюю, либо онборд. Выбор внешней карты. Так. Так. Где у нас? Performers. Multicore. Support. Понятно, гипертрейдинг здесь появляется. Если используется гипертрейдинг. Еще такие вот. Виртуализация. Если нужна, включается. Настройки Security. Понятно, для организации это все дело, скорее всего, больше нужно. Под проективных сетей. Также у нас настройки. У нас питания. Разные настройки. Скорость оборотов. Можно сделать постоянно максимальную скорость оборотов. Галочку поставить. сервис став. Для поисков информации, гарантии и тому подобных драйверов. Image Save. Со статические IP или динамические. Здесь уже даже можно в BIOS все такие настроечки сделать. То есть сделан BIOS лучше, чем в обычных платах, можно сказать. Ну, как лучше. Ну, такого плана. Ну, с такого сотки. Ну, блок, если нужно. Горячие клавиши F12. Вот меню для установки системы. Здесь валочку можно установить и грузиться сразу прямо в флешки. Если проблемы с клавиатурой, ну, будет вам правда прожидать. ЧВС-инсталл. Ну, купить уважаешь. Ну, так это все для операционной системы. Логи. Куда включали. Там всякие посты. Все пишут. Ну, такой BIOS. Обычный, в принципе. Ну, как бы для дайла, можно сказать. Сейчас это все дело перезагрузим. Когда включаешь сам системный блок, он немного делает такие большие обороты. Максимум. И когда это все дело загружается, у нас система грузится, запускается. У нас начинается спад оборотов. То есть, понятно, когда у нас идет нагрузка на саму систему, как бы в любых компьютерах у нас начинается повышение оборотов и в процессе уменьшения нагрева самих компонентов. И сделали так четко. То есть, вот сам динамик, который запущал в самом компьютере. То есть, как бы прикольно. Такая машина для каких-то там, не знаю... Данный компьютер в данном случае подойдет для каких-то прошивальщиков. Так как у нас тут всяких разных портов есть. Коми есть. ЛПТ-шки. Ну, типа USB. Все минимальный, как бы, запас. И вы даже поставите не только семерку. Я думаю, и XP можно будет премудрить, и он будет работать. На драйвера, в принципе, есть. Система не новая. Для каких-то автостанций, ремонтов. Такого плана вполне хорошая машина. То есть, не занимает место. И работает, как бы, безотказно. Ну, понятно, у нас здесь не связи, грузится немного долго. Ну, на этом, в принципе, хорошо. Так. А еще такой нюанс у нас здесь. Звук стоит не real. Так как обычно у нас soundmax. Вот такого плана. Звучок. То есть, как бы, нестандартный. Ну, у нас где идет, так что там. Ну, вот. Soundmax. Integrated. GZ. High. Definition. Audio. 16. B24. Такого плана, в принципе, как бы, можно. Звук вроде как бы, HDD. То есть, даже, я думаю, десяточку сюда поставить. И она, в принципе, нормально функцилирует. Функцилировать. Попробуем это все дело запустить на YouTube. Что он себе на данный момент тянет. Ну, как будет работать. Там подобные фильмы. Это, в принципе, процессор. Core 2 Duo. Я весил 400. Вытял. Если это будет вклад, я думаю, он будет еще лучше. Ну, это мое предположение. Ну, это мое предположение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...